Дорогие уважаемые зрители канала Любимого ТВ, мои замечательные девочки, девчата, девчонки и молодые люди, уважаемые мужчины, вас меньше, но я также рада вас приветствовать. И обычно мы... Я веду трансляцию для наших замечательных уважаемых женщин, ну а вы, уважаемые мужчины, переводите информацию на себя, на ваших мусс, ваших прелестниц, ваших подруг и любимых женщин. Наша сегодняшняя тема. Насколько сильно он о вас думает, скучает и вообще, что там творится в его голове-головушке, бонусом будет, когда я выйду замуж. Это для тех, кому актуально, потому что полный сеанс просмотра не всем актуален. Как правило, из моих сейчас, вот на данный момент, подписчиц. Из большинства, скажем так, подписчиц. Но не совсем это актуальный момент. Для новеньких, да. Может быть, даже, девчонки, вы уже призадумались, те, кто является адептами моего канала, может быть, вы уже хотите новых ухажеров, да, может быть, уже всё. Всё. Больше, больше и больше вам приходит вот такая мысль, что уже бы пора бы, да. Хорошо. Давайте приступим с вами. Сначала посмотрим, на кого хотите, на настоящего, на экса. Вообще, просто можете отключиться и балдеть, отдыхать во время сеанса. Просто как бы со стороны, наблюдая за тем, что происходит, и немножечко расслабитесь, отдохнёте, и заодно проанализируйте какой-то ваш случай, да. Давайте сейчас, насколько там сильны чувства, не сильны, что вообще происходит у человека. Задумайте, загадайте его. Значит, здесь человек архисложный характер у него, не нордически далеко, не южный, не тёплый, но хорохористый – это точно. Как говорится, в просто разговоре, как пить дать, как пить дать такой он. Рисковатый мужчина, склонен размышлять о прошлом, о своём, и сейчас ситуация небе и лежачего. Немножко не то, не сё. Обходит острые углы, как-то подстраивается под обстоятельства. Он может идти на рожон, он прямо вот ищет приключения себе на иное место, на свой язык. В общем, язык остёр может сказать и обидеть, и такие поступки у него холеричные, надо так сказать. Здесь немножко холерик такой. Но, тем не менее, он будет вынужден всё-таки, особенно в каком-то скором будущем, ближайшем, прямо совершенно обходить острые углы. Видимо, назрело что-то, да, что нужно подумать о своём характере, о каких-то вспышках мимолётных, он, знаете, вот так на короткие дистанции вжик, всё, полетел, остановился, призадумался, ну и дальше там какие-то свои дела делает. Потом хоп, опять шли, я под хвост ударила, опять вот как порыв ветра. Так, здесь тайный загадочный мужчина, плюс ко всему, не любит раскрывать свои планы. Про прошлое у него, можете так, отрывками, урывками. Всегда знает, где появиться, что и как у него как-то вымерено здесь. Это прям глобальный какой-то смысл показывает его сути, его архетипа. То есть вот как-то на поверку дня, на сегодняшний день, он вот такой, резкий, динамичный, может быть, завтра он таким будет, в ближайшее время, ну как-то по обстоятельствам. А вообще тут внутренний глубинный смысл заложен, что человек в принципе не сплетник, думает, вымеряет всё, с кем пообщаться, когда пообщаться, да, с кем выгодно, с кем не выгодно, шашкой рубану, но не со всеми он будет так себя вести. Во всяком случае, его такая подноготная, она очень серьёзная, и он очень продуман, девочки, на самом деле, прагматичен. И не рубаха парень далеко. Про семью, про какие-то свои подвиги, про то, что я обещал и сделал или не сделал, вообще не хочет обсуждать, никому ничего не обязан. Значит, здесь какие-то новые шансы в любви и отношениях. Может быть, на будущее, на ближайшее будущее. Да, он рассмотрит этот вопрос. Возможно, здесь были чувства и отношения, и даже семья в прошлом уже, возможно, человек разведён. И он как-то то ли не удержал он свои позиции, то ли что-то как-то, то есть как муж, как отец, если вот кому интересно. Здесь сердце его закрыто, здесь холодно. Здесь вроде всё имеет, а вот сердечности, радости нет. То есть под детям он переживает, если там есть дети. Но не сказать, что он прям такой весь... Да, здесь какие-то большие ограничения, внутренние ограничения, испытывает боль, может быть, какую-то, но не сказать, что он прям совершенно в упадке от этого. Он вообще делает осторожные, аккуратные шажочки. Измеряет, любит комфорт и достаток. Это однозначно. Но вот с этим достатком всё ли у него хорошо сейчас? Здесь прям семью показывают. Здесь брак, девочки. Он то ли был, то ли как-то что-то прислушивается. Здесь либо жена его ещё выходит, настоящая, бывшая. Смотрите, какая у вас ситуация. С кем вы общаетесь, как вы общаетесь. Холостяк, мужик, разведённый, мужчина. Хорошо. Здесь какая-то неискренность. Какая-то неискренность идёт до сих пор от женщины, которой он очень сильно доверял. И даже, возможно, которую он уважает. Может быть, это женщина, может быть, это его мама. Но она может ему даже помочь в какой-то ситуации, там, где не всё понятно. Эмоции он старается прятать, потому что они у него импульсивные. Он не понимает сейчас, как ему будет, что ему делать. Очевидно, здесь ситуация с его предыдущей партнёршей или в данный момент у него какие-то сложности вообще в отношениях. Он так старается это всё тщательно закрывать, особо не афишировать. Да, есть человек. Может быть, на кого-то он надеялся, кому-то доверял, и здесь есть подвох. Но есть второе развитие данной ситуации. И вообще, потому что у вас очень много девочек, и у всех однозначно не будет одинаково. Но кому-то, наоборот, помогает взрослая женщина или ту, которую он уважает, или даже родственница. Это может быть мама, это может быть сестра, и вообще друг женщины, которая, наоборот, я ещё раз повторюсь, поможет ему справиться с его эмоциями, с его расстройством внутренним каким-то. Вот кого-то он всё-таки в круг допускает, но он очень, 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 очень опаслив. Он очень недоверчив. Очень. Чтобы впустить свой круг, он 10 раз перепроверит. Он 10 раз подумает плохо о вас, потом только через какое-то время, может быть, если вы как-то докажете, что вам доверять можно как раз-таки, да, и то шаг влево, шаг вправо, считай, что он уже будет опять насторожен. Ну, вот сейчас такая информация идёт. Так, вопросы давайте спросим. Что мы у него спросим? Сейчас я поменяю колоду. Спасибо этим арканам. И немножечко сменим сейчас. сменим энергию. Это, конечно, классика, система уэта, но разные колоды, разные настроения, даже если это классика. Классическое изложение, изображение. Я излагаю всё-таки. Девочки, кстати, те, кто желает обратиться индивидуально, экстрасенсорно, смотрю по фото и в каналах яснознания и сновидения. Ох ты, опять вышел. Импульсивность его. Значит, здесь пока эмоционально он не устоялся, ещё не знает он чётко, что он там чувствует, что бы он хотел. Он может при вас вести себя как ещё такой юнец. Соплевенькой. Неоперившийся. Неважно, сколько лет. Почему-то по каким-то причинам вот он здесь неустойчив рядом с вами эмоционально. Сейчас я его ещё посмотрю на этой колоде, что и как. Здесь человек может расставаться и то, что было в его прошлом, ему нужно, конечно, проработать. Есть ещё ряд, очевидно, недорешённых вопросов. Вот эти же эмоции он не может сейчас проявить, потому что есть проблемы в прошлом. Эмоциональный план психологический и всякий разный. И физиологический тоже, в том числе. Много здесь может быть зацепок, но больше чувства эмоций всё-таки показывают пока, что его ещё там держат в прошлом. Во всяком случае, здесь легко будет всё это разрешить. По сути, солнышко, надежда есть на лучшее, на хорошее, и хорошее, и лучшее. Всё это ожидаемое, оно присутствует. То есть, чем больше человек анализирует и возвращается именно для проработки своего прошлого, а не просто туда энергию отдаёт, как нам его изначально показали, тем больше шансов на лёгкость и яркость красок в настоящем. склонен он ещё как момент всё-таки минусовой, это присыщаться. Вот добился и устал. И больше не интересно, да, того, чего добился или кого добился. Может уставать просто от отношений, от всего, чего хотите, но от того, что он когда-то очень сильно желал. Пресыщаемый. плюс или минус. Но всё-таки он выходит как ни крути, всё равно он потом радуется, и новые эмоции его захватывают, и люди, и близкие, и он может, знаете, так, всё-таки выходить в разговоры, в общение и там как-то опять восстанавливаться через людей, через общение, через близкий круг или даже через социум. Вот кто-то по работе, его друзья очень хорошо его восстанавливают. Я уже молчу, что разные женщины это могут быть. Но у кого-то девочки и так будет. Вы уже, наверное, своих пернатых знаете, да, как там ваши орлы, орлики, воробушки себя ведут. У кого-то, конечно, тайный, притайный, закрытый, призакрытый делает, как тот Васька слушает, доест, да. Прости, милая, так получилось потом. Хорошо. Давайте посмотрим, что сейчас вообще, вот как он, насколько он часто думает о вас, вообще думает ли, да, этого ли ему. Вот смотрите, ему нужно перезагрузиться. Да, он может лежать, отдыхать здесь, вынужденное вообще бездействие у человека, вот по тому вопросу, который мы сейчас задали. Но, опять же, вот в этой перезагрузке он может что-то прорабатывать. Иногда ему нужно элементарно попросить прощения, что-то объяснить, что-то сказать, но он должен сначала подумать об этом. Как лучше. Вот он, он думает. Девочки, то, что он думает, это однозначно. Опять мечевой. Воздух, это интеллект, это мысли. Но мысли должны быть рациональными. В эмоции сейчас, пока он не скатывается, не сходит и не эмоционирует. Но думать он думает. Как будет правильнее, как будет логичнее, да. А вот то, что в его часто, не часто девочки кому-то стыдно и кому-то нужно попросить прощения, потому что резко поступил, как-то неожиданно ушел. Куда-то смотался, слинял, исчез, пропал. Можно будет сделать тему, почему не звонит, не пишет. Хотите? Если хотите, актуально она очень мало просматриваемая по отношению к другим темам, хотя тема наинтереснейшая. Может быть, опять же, пока вот сложилось так, что сейчас определенные ситуативные у вас происходят моменты, и по ситуации, может быть, это не обязательно. Но, тем не менее, напишите, пожалуйста, хотите вы тему такую или нет, я уже посмотрю, как вы отреагируете, какова будет обратная связь. И вот еще, смотрите, вот в этих эмоциях, он идет, он постоянно ищет что-то, ищет новое, ищет счастье, ищет лучше, где было бы ему. Он сначала стоит, ничего не делает, потом как-то в раз может дать о себе знать. Появиться резко на пороге, либо по телефончику прозвонить, написать вам где-то в соцсети, или смс-очку прислать на какое-нибудь приложение известное. Про чувство спросим, его общение. Давайте так, вот как он думает, вообще, насколько часто он с вами мысленно, как часто он к вам обращается. Девять раз на дню. Девчонки, этот человек сейчас в отшельнике, он в развитии себя, он на своем пути должен что-то делать. Ему, в принципе, ни до чего, кроме как себя, своих целей, реализации, своего предназначения. и, вот смотрите, вот здесь было очень много мыслей. Было. Он убирает сейчас все. Вот, понимаете, здесь очень много придуманного. Может быть, он себе что-то надумал, может быть, хотел, и сейчас понимает тщетность чего-то. Иллюзии, фантазии нет на данный момент по поводу вас особых, но это еще говорит о том, что нет особого вранья. А вот переживания по поводу себя, и вот он что-то не справился. Такое ощущение, девочки, что он взял, просто сейчас пошел по отшельнику, ушел. Думал-думал, потом в раз как-то сделал финт ушами. Ну, или просто что его осуждать-то, да, у него свой путь. Вот он пошел по нему, все, уже не строит никаких иллюзий. И внутренние переживания есть, у него есть. Из прошлого что-то, теперь это касается и вас. Может быть, наслоилось что-то из его предыдущих отношений. Потом еще вы, да, ну, не вывел, не вывели, да и не должны были, просто по факту, да. Не вывелся он сам из каких-то сложных своих личностных состояний. Здесь в его подкорке сидит очень много тараканов на самом деле. Очень много закрытостей, очень много непроработанного. Девочки, вам туда идти вообще бесполезно, и что-то думать, анализировать, или как-то ему помогать, как-то лезть под кожу. В душу это будет то, что лезть под кожу называется, да. Ну, вообще не медвежья услуга, и никак это будет и не вовремя, и не уму, и не сердцу, что называется. И еще переболеет, пройдет вот какое-то время, да, что-то осознает, если поймет, он опять дружественно, сердечно может появиться, и в принципе здесь, ну как, иногда это бывает, девочки, буквально как фантом. Вот эта сердечность, он опять появляется, и вы расцветаете, вы думаете, что там что-то серьезное, и опять он начинает радоваться, и как-то надежды какие-то, да, себе самой давать. Но здесь человек, сердечно, да, может идти на примирение, тем не менее, здесь не серьезность действий, здесь даже дружба может быть, предложить дружбу, дружеские взаимоотношения, как-то наладить с вами контакт, чтобы вы на него не обижались. Может быть, даже тут наконец-то у вас прощение попросит, вот кому это нужно, кто хочет, да, будет выйдя на какой-то диалог с вами, объяснить свое поведение. Но здесь опять же кокетство и флирт, и здесь не наседание друг на друга, а стараться держать уравновешенные, такие хорошие, сердечные, теплые, дружеские отношения. Он не идет как друг по пентаклям, но это и не особо сейчас, на данный момент, влюбленный мужчина, который готов прям брать еще и ответственность. Но союз и какое-то совместное вот общение, здесь оно да. Может быть, надо с этого начать, может быть, кому-то нужно отношения просто сейчас наладить, вот так показывают, а у кого-то вот уже есть расставание, все же, человек в отшельнике, давайте сейчас вас посмотрим. То есть здесь, да, возможно, можно просто общаться. Хотя, знаете, после отношений, если они у вас были прям на грани, и люблю, ненавижу, а потом в друзьях, ну что это? Ну это же кошмар, это же девчонки, я вот на сеансах, на индивидуальных очень часто бываю, ну это же как девочка уже все, она понимает, что там никаких дальше нет уже возвратов и возможности улучшить эти отношения, то есть уже был разрыв, уже все решили для себя оба, и потом, ну там может быть, а может быть с ним, вот я бы хотела дружить, общаться, и она с такой-то болью говорит, ну это красная тряпка для быка. Это мазохизм девочки, это смотреть все время с ним общаться, да, а еще и видеть, как он другие отношения, структурит, а ты ему подружка, да, вечная жилетка, всепонимающая, прощающая спасательница, но с невероятной болью для себя, но зачем это делать, ну это же, вот опять же, не любовь к себе, да, и тряпка, вытрите об меня ноги, дружите с ним хочу, им легко девочке дружить, делать видимость, может быть, когда-то еще и пригодитесь, да, ну по-другому уже запасной райдром, начинается, так что делаем выводы, вы, а вот у вас, девочки, вот здесь, у многих, посмотрите, нижний астрал, недосыпы, то есть тут уже и латентные депрессии могут быть, и на физическом состоянии отражаются, на вашем личике это все видно, и вообще, и поведение ваше может резко измениться, угнетенное состояние, иногда чрезмерно возбужденное, вроде как прилив сил, потом хоп, и опять вообще, упадок, то есть вот такие кидания из стороны в сторону, но здесь очень нехорошо, как бы, поэтому тут надо и высыпаться, и мысли негативные выбрасывать, их прорабатывать надо сначала, чем просто выбросить из головы, чем если будете просто так выкидывать, и вот этого же мужчину, он только больше будет приходить со своей раскладушкой и с газеткой к вам в голову, и располагаться там, и так же, чем больше вы будете усугублять текущий момент, не сможете переключаться, тем делайте хуже же для себя самих, не то духа нет, переключение, нервная система, вдрысь, а тут ничего хорошего, да, ну и сопутствующее, и плюс еще физическое состояние, ну вот еще карта трех печалей, девочки, здесь у многих, конечно, проиграется и неверность, и переживания до сих пор, у кого время прошло, вы считаете, что это кармический прям такой, на вашу стабильность, на ваши надежды, кармические уроки, где вы теряете, вот то есть стабильность и прочее, вы даже о любви не думаете, вы как будто вас подкосили, и просто почву из-под ног убрали, а вы взяли и упали, и кстати, и материальное положение, может быть и чувство безопасности пропало, страхи и так далее, что еще про вас, да, здесь жезловый еще перевернутый, может быть и несвободный, и еще императора перевернутый, девчат, человек, который не выполняет обещания, и вполне он может быть даже, если и свободный, то человек не устоявшийся, он даже по отшельнику уйдет, тем не менее, он ничего не обещает, не готов брать ответственность за вас, и ну какие-то у него другие дела, дружить, общаться вот по легкости, ну да, да, вот вы показали, вышел, и опять же здесь выбор, ситуация выбора, выбор не делает, значит не любит, далеко ходить не надо, здесь все ясно, понятно и четко, это вам повод призадуматься, может быть у кого-то любит его так, ну это знаете, люблю, страдаю, меха, раздвигай, да, гормон, гормонь, баян, и вот это вот, туда-сюда, туда-сюда, и сердце рвет, и душу рвет, и прочее, ну страдания, песни такие, страдания, в деревнях раньше были, ну вот, о чем и речь, не до романтизму, девчат, какая-то отсутствие радости, так ли это, что вам, девочки, вот вас показывают, да, у кого-то есть соперница, которая перешла дорогу, но тем не менее, мужчина, он же, что же, не приходящий, ведь красное знамя, или кубок, или медалька, значит, он сам так хотел, и вообще, в его жизни могут быть разные женщины, если это вы, то все прекрасно, вы сейчас одинокие и свободные, ну вот, кстати, почему бы не прийти к бонусу, выйду ли я замуж, или когда будут эти отношения, сейчас посмотрим, будут несколько вариантов, сейчас выберите себя, будет и мечевая, будет и кубковая, подумайте, какой вы архетип, можете две на себя, может быть, у вас будут вообще диаметральные, противоположные ответы, но здесь уже вам решать, то есть вы сейчас себя задумываете, какая вы королева, королева, четыре стихии, значит, пентакли, кубки, мечи и жезлы, задумайте, и сейчас мы с вами сразу сделаем бонус, будут, когда другие отношения, и вообще возможность выйти замуж, кто замуж не хочет, все равно смотрите, значит, просто отношения у вас будут серьезные, плотные, давайте так, будет четыре колонки, первая, это будет в течение года, вторая, в течение двух лет, третья, это будет уже в течение пяти лет, а четвертая, это значит, что вы пока одинокие и свободны, может быть, вы себе такой путь выбрали, никому не привязываться, и так, выберите, я не буду, они в колоде, эти дамы, вы для себя просто мысленно решите, да, какая вы королева, и начнем, первая, вторая, колоночка, третья, четвертая, и так, мечевая в течение пяти лет, девочки, мечевые, у вас идет серьезное отношение, выйти замуж в течение пяти лет, кто себя задумал, девочки, пентакливые в течение года должны встретить человека вашей судьбы, мечты, с тем, с кем вы построите серьезное отношение, смотрим, где другие королевы, еще две, кубковая и жезловая, задерживаются, ночевая сразу выскочила, пентакливая, тоже такая молодец, активная, ну, сразу все как-то четко, ясно и понятно, может быть, девочки, кто мечевую себя задумал, вам и хорошо, как раз самое время для себя пожить, разобраться в себе и в человеке, может быть, сейчас мы есть у вас, может быть, еще будет, где же наши девушки, две, прекрасные, кстати, сейчас в конце колоды, да, интрига, та-да-да-дам, интрига, интрига, самое очень интересное, успокаиваешься, смотришь, девочки, кубковая, кто загадал, в течение двух лет, два-три года, вот так, примерно, угу, и жезловая, где наша жезловая красотка, кто себя загадал, жезловый, самое загадочное, самое интригующее из всех, выходит так, да, вообще не спешит, а потом хоп, и бац-бац-бац-а в дамке, но сейчас посмотрим, посмотрим, я не знаю сама, как и будет, здесь все вот, при вас, дорогие, все по порядку, да, почти вся колода, жезловая, королева, очень-очень занята, это точно, так, девочки, кто-то очень сильно хочет замуж, так она не замужняя, тоже в течение года здесь кто-то, угу, и где же жезловая наша красота, а вот она, предпоследняя карта, девчат, в общем, среди вас нет тех, кто вообще избирает путь одиночества, ну, или там, это ничего плохого, это хорош, это, и такие девчонки тоже есть, у вас тоже в течение где-то пяти лет, дорогие, вы не спешите, вы делаете свои дела, делаете карьеру, очевидно, вы развиваетесь, у вас саморазвитие, ну, что, все красотки, все умнички, всем большое спасибо, что были со мной, я надеюсь, вам было интересно и полезно, со мной также спасибо за ваши донаты, девочки, пусть ваши финансовые потоки только усиливаются, вижу всех, благодарю всех, всегда отправляю в облучки тепла, и пусть ваши энергоканалы также процветают, дорогие, подписывайтесь, те, кто еще не подписался, нас ждет много интересного, обязательно нажмите на звоночек, чтобы нам не потеряться, и вы получали оповещение о новых наших встречах, и до новых встреч, пока-пока.